Духовный отец, как найти его в церкви, кто должен быть из духовных отцов, священник или просто верующий православный человек. И я когда разговаривал с одним священником насчет духовенства, чтобы он у меня был духовным отцом, он говорит, чтобы было какое-то общение, он мне сказал, что нужно часто причащаться, чтобы я вас узнал, вы меня знали. И вот на причастие, мы будем знать, вы будете исповедоваться, я буду вас уже знать маленько. Но я когда прихожу в церковь, мне сказали, что вот с восьми до трех часов у нас вечера, что священник может быть там свободный, с которым можно поговорить. Но я хочу, например, чтобы не просто пришел поговорить, я хочу, чтобы у меня был духовный отец. Вот. И они постоянно и каждый день один и тот же не стоит, меняется. А мне вот как вот найти духовного отца, вот это был первый вопрос. Отвечаю. Вы на нашем сайте бывали? Да, бываю. Не на форуме, а на сайте. И на сайте, и на форуме. Вот там, когда зайдете на сайт, там прямо на первой, на главной странице моя книга, написанная «К истинному православию». Да, есть такая. Вот вы ее ткнете, и там по заголовкам посмотрите «Отцы и дети», «Отцы и дети», глава. И там все сказано, как избирать, какой он должен быть, каким. Общая такая черта. Избирая пастыря, не избери волка. Ян Златоуст. Будь очень осторожен. Если он не знает Писание, и только что чаще причащается, то ты далеко не пойдешь. Ну, он советует раз в месяц. Никогда не было раз в месяц. В четыре поста, и в четыре поста по разу причащались. Вся Россия тысячу лет на этом стоит. Я спрашивал тоже православных христиан, почему говорят, что нужно раз в месяц часто так причащаться, а потом вроде как не больше четырех раз, я как знаю. Мне объяснили, что вот ты согрешил, и ты не причастился, не покаялся, и погиб. А где-то, откуда-то она известна дальше-то. Пусть они подтвердят это. Но я утром причастился, а вечером умер. И что теперь? А за это время я мог что угодно сделать. И напиться, и сблудить. Все это бабьи басни, Златоуст говорит. Бреди пьяных старух. Вот как он сказал. Поэтому вы сами смотрите. Если вы готовы, причащайтесь хоть каждое воскресенье. Но вы не подготовитесь. Это надо считать правила, каноны, как жить. Ну за собой маленько смотреть надо. Ну три дня готовился, вот я. Ну вот так. Три дня. А если ты еще работаешь где-то, тебе четыре раза в году-то не выберешь время. Надо заниматься Словом Божиим, молиться, творить милостыню, посты соблюдать. Как избирать? Я, например, вот никогда такой вопрос себе не ставил. Даже я знаю, которые знакомы. Я где исповедуюсь, причащаюсь. У меня брат, священник. Мы советуемся всем. А сегодня понимает каждое слово ему, то есть как глупенькие какие-то. Едут, говорят, за тысячу километров спросить. Говорят, яйца варит сырые, крутую или смятку. Ну просто совершенно никакие. Что я буду спрашивать об этом? А есть, который может ответить, да, я найду такого священника. Я познакомился с Дмитрием Дудко, Александром Менем, Глебом Якунием, то есть вообще известный. Но только для беседы. Поделился сомнением, я вижу, нет, что имеешь, держи. А они мне дать ничего не могли нового. Нету. Почему я все самостоятельно достиг в смиренном духе, перед Богом. Нигде не восставая ни на канонах, ни на святых отцов. Священная Библия на первом месте. И так 53 года прожил. В 23 года обратился. Вот. Вы будете считать, там найдете. И после прочтения, раза два прочтите. Если какой-то вопрос дополнительный возникнет, то тогда уже вопрос другой. Вот у меня еще второй вопрос о милостине. Господь говорит нам, давайте каждому просящему, и не смотри, что делает. Правая рука дает, а левая, чтобы не смотрела. Мы должны каждому как бы давать милость. Ну вот у церкви стоят. Они не хотят работать, не причащаются, не исповедуются. Они стоят и просят. А бомжи, которые не имеют крова, они даже им стыдно стать попросить. Вот как вы насчет милостыни можете что-нибудь объяснить? Я объясняю вам, дорогой мой, что вы откройте к истинному православию, и там о милостыне. А о милостыне. Вы в этой книге все найдете. Вот о чем бы вы ни спросили. Я 40 лет материал собирал. А о милостыне все, что в Библии написано, что святые отцы, что каноны говорят, что жития святых говорят. Ты недостойно подал этому, пьяниц это. В ту же минуту у сатаны в лапе оказываются деньги твои. И ты за это отвечать будешь. Написано, не помогай грешнику, чтобы он не одолел тебя. Люди это хитрят. Желающего взять у тебя, где человек нуждается, который, а не для пропоя. А тебя разве нет, что это обман? Там все это написано. Если мы кому-то даем милостынюю, не тому человеку, мы становимся соучастниками. Соучастниками, там это все написано, еще раз говорю. Вы этот материал откройте прямо сейчас и выпишите себе. Вот сколько вопросов по милости не будете задавать, они все отвечены. Мне нет нужды отвечать. Я уже ответил. Почему мне говорят, на ютубе у меня восстают и какие-то там вопросы, не согласны. Почему не отвечаете? Да в самом ютубе, в этом материале я уже все заложил. Ты прочитай, прослушай. Зачем я буду тебе вставать? Я вообще не отвечаю. Но бывает иногда, недавно я сказал, у нас в Библии 100 стихов отсутствует. Третья книга Езры, седьмая глава. А где они? Ну куда отсылать? Поэтому мне пришлось вставить эти слова. Только вставил. Я вообще никогда не вступаю в споры. Я сказал и все. Если ты пришел, что-то там гадишь где-то, ну я закрою тебя на этом конец. Попутно сказать. Мы все записываем, выставляем в интернет. Вы не против? Нет, я не против. Во славу Божию. Еще что? Ну все, пока вот это у меня два вопроса было. Я еще посмотрю, если будут дополнительные вопросы, я выпишу и потом вам созвоним. Да, там знаете, две темы. О священстве и о церкви. Я слышал, что вы связаны с сектантами были. Да. Вот там вы найдете ответ полный. Более полного ответа дать нельзя. Церковь. Где она церковь? Не так, что... А я был в церкви баптистской. Там церкви нету. А нет, динаминация. Демонизация, может быть, какая? А я яговист был. Динаминация, конфессия. Нет этих слов. Это сатана придумал. Церковь одна. Единая. И она основана была в день Пятидесятницы и в доме Корнилия. Вторая половина. Вот и все. Создам. Церковь и врата они не одолеют. И они... Церковь пала. Ее надо было заново восстанавливать. Они не знают, о чем говорят. Церковь единая. Она невеста. Она не имеет пятна и пороха. А как же блудники? Они уже вне церкви. Их нету. Поэтому церковь дает эпитемию, чтобы заново их приобщить. Там все написано абсолютно. Хорошо. Спасибо Господи. Слава Христу. Слава Божию. Будет нужна, приходите с товарищем, с кем... Ваши старые, там может быть, кто-то есть. Сначала мне напишите внизу, чтобы я увидел, я здесь или нет. А потом я скажу, в какое время. Хорошо. Я обычно, чтобы не позже, по-нашему, не позже девяти. Ну, на три часа с Москвой разница. По-нашему. У нас на два, по-моему, часа. Ну, так. Все, пока. Во славу Божию. Слава Христу.